Едем мы в Арчену покупаться в этих источниках горячих. Больная арея до Арчена. Сегодня у нас 5 января. Вот, 5 января, сегодня, не знаю, 16 градусов, надо солнышко во все светит, прям хорошо, хорошо. Конечно, так будет не всегда, так будет часов до 6. А потом резко солнышко зайдет, лимоны растут, сейчас проезжали такие мандарины, прям плантации мандарины. В общем, мандарины, лимоны, апельсины, сейчас прям самый сезон, и сейчас еще и сезон фиников. Много пальм, естественно, все фиников, которые поменьше, пониже так это, у них даже можно эти финики сорвать. Конечно, на высоких не получится. Вот, собственно, Арчена. Это указатель, по-моему. Да, это указатель, на арчене. Это мандарины, это апельсины, Минчика, это же апельсины. Продают апельсины, есть в таких сетках, продают, они очень вкусные, но мы на рынке покупаем, хотя раньше покупали тоже в таких сетках больших. Здесь это недорого, и они сказочно вкусные. Вообще, фрукты все очень вкусные. Сейчас сезон курмы. Это, как это называется, черемоя. Ну, апельсины, мандарины, лимоны, понятно. Клубнику продают на рынке. Мы вчера брали, кстати, очень неплохая. Ну, помидоры, огурцы, понятно, всегда есть. Вот, в общем, едем в машину купаться. Сегодня праздничный день, точнее, выходной, сегодня воскресенье. А завтра у них будет Лос Реос Магус. Это вот этот короли, праздник королей, праздник трех королей. Но вопрос в том, что сегодня будут вот эти парады, а завтра выходной день. И сегодня, на самом деле, не самое лучшее время, когда можно было бы туда ехать, потому что в Арчене по выходным и по праздничным дням выше прайс. Но у нас тут такое дело, что нам, собственно, другое время ехать не получается, поэтому мы решили поехать сегодня. Это все-таки лучше, чем завтра, потому что завтра вся Испания отдыхает. И ничего не работает так неудобно. Вот прям неудобно, неудобно, потому что мы привыкли, что... Так, нажми, это красный, это снимает. Что? Ничего, красный, это снимает. Красный, это горит. Нажми, это растет. Красный, это горит. Да. Все, хорошо. Спасибо. Ну, в общем, что я говорила-то. Что очень неудобно, что по выходным здесь вообще ничего не работает. И это вот прям... Это так напрягает. То есть ты должен вот реально продуктами, значит, затариться. Ты должен понимать, что торговый центр, где не сеть, это здесь ничего работает, это рестораны. Минечка, ты не туда едешь. Да, по кругу, по кругу. Вот сюда, туда. Понятно. Да надо вот туда направо ехать-то. Нет, а он вот сюда, вот сюда. Минечка, ты не туда едешь. Сюда. Ты к нам надо не в центре сюда. Ну ладно, куда-то мы едем, короче. Да, он может его. Вот. В общем, мы сюда ездим всякий раз, только не ездим сюда летом. Потому что летом без того жарко. И ехать еще в кипяточке купаться, вот прям вообще не алло. А зимой хорошо. Потому что солнце светит, а море холодное. А здесь теплое-теплое. Я не помню сколько, 36 градусов, 40 там, по-моему, да, вода прогревается. Ну прям вообще кипит очень хорошо. И там еще и баньки есть всякие разные есть. Как это? Называется это? Бассейн с лимонами. Во. Бассейн с лимонами. Очень прикольный. Очень сильный. В общем, выходной день. Едем мы. Я люблю. И там еще есть магазинчик такой, продает всякую разную косметику, которая, ну вот это местная, из вот этих источников, все. Ну нормальная, на самом деле, мне нравится. Она там недорогая. Может реверсионное движение? Вполне. Да, вот реверсионное движение. Одни едут, вторые едут, потом поменяются. Вы сейчас, расскажи, откуда там это вообще-то пошло. Это здесь будут димы, еще димы не открыли? Да. Вот это термические источники. Термальные источники. Они термичные. Они термальные, да, считаются лечебными. Вообще там еще есть на территории отель. Рестораны, несколько отелей. То есть при желании можно сюда прям вот приехать, поселиться и ходить на вот эти вот, значит, бассейны. Они там вроде даже включены. Встану тебе, правда, не знаю, всегда включены или не всегда включены. Надо смотреть. Вот. Но мы-то как-то не останавливаемся, потому что в нашем случае это где-то около часа езды. И, ну, в общем, туда-сюда и не надо нам там останавливаться. Вот. А так вообще в целом можно, конечно. Ну, люди гуляют. Еще люди молчат. Не знаю, куда все подевались. Сейчас, наверное, время обеда. Обед и сиест. Ну, правильно. Что, пообедали, поспали. Что, уходить лишний раз. Ну, вообще, очень интересно. Вообще зимой здесь удивительно. Удивительно, потому что очень хорошая погода. В Испании всегда хорошая погода. Но вопрос в том, что зимой бесценно 16 градусов и солнышко будет обеспечено вообще всегда. Например, в январе. И в январе еще что прекрасно, то, что нет ветра. Потому что в феврале начинается погода-то, она, может, такая же. Но за счет сильного ветра особенно, да и вот, ну, ощущается, естественно, холод. А в январе этого нет. Поэтому пляж переполнены. Все ходят в это, в днем. Как их там, шорты, платья, у кого-то чего есть. С коротким рукавом вполне нормально. Ну, так, можем колокольчику какому-то накинуть. Потом будет жарко, ты ее снимешь. Потом будет, к вечеру похолодает. К вечеру прям похолодает. И надо будет, конечно, одеться уже потеплей. Вот. Но в любом случае, прям вот днем, лето. Вот украшен город. А где налево-то? А мне кажется, ты как-то не туда еще приехал. Давай, переложи. А вон там что за указатели? Что-то мы, короче, поехали не той дорогой. И, видать, мы слегка заблутали. Ну, ладно, сейчас разберемся. Давай. Что-то вот так, притормаживай, блядь. Давай сюда, да. Вот. Пальма кругом. Все цветет. Вообще, вот испанцам я завидую. У них всегда солнце, у них всегда море, у них всегда фрукты сказочные. А нет, не ценят. Как бы им это все ценить. А мы, я прихожу на рынок, у меня, у меня прям плохо делается. От такого изобилия. Мы, естественно, скупаем все в большом количестве, потому что очень вкусно, сказочно вкусно прям. Мичка, осторожно, там и машина едет. Вот, теперь ты выехал туда, куда надо. Вот, смотри. Видишь, указатели сюда тебе, да? Ну, ничего страшного. Поплотали, посмотрели. Вот. Здесь очень хорошо, что если даже не туда заехал, вообще не проблема. Это не Москва. Ну, подумаешь, не туда заехал. Навигатор тебя по-любому выведет. И пробок никаких нет. Поэтому, ну, и что, не туда свернул. Проедешь чуть-чуть подальше, и потом повернешь туда, куда надо тебе. Все хорошо у тебя будет. Скалаги. Да. Вот. Уже почти подъезжаем. Здесь, конечно, такие рощи. Вот эти апельсиновые, мандариновые, прям огромные. Там столько. Сейчас все усыпано этими фруктами. Лимоны, апельсины, мандарины. А мне кажется, мы сейчас будем приезжать, и тоже дед лимоны росли в большом количестве. Или мы уже проехали? Ну, прям красиво. Вот красиво. Интересно, так идешь себе. Лимончики, мандаринчики. И вкусные, и сладкие-сладкие прям. Минчика, направо. Видишь, бальнярея, да, арчена. Цветочки растут там какие-то. Сейчас зима, то есть, любой этот самый, любой... А, вон мандарин, наверное, растут. А, вишновые, да, не было? Да, не было. Тоже строили. Любой этот самый испанец скажет, что сейчас холодная зима. Честно говоря, для нашего человека это лето. Вот такое холодное лето какое-нибудь, ну, как бы, ну, 15-16. Ну, это будет такое холодное. Ну, а оно сколько сейчас? Ну, с учетом того, что сейчас январь, январь, и можно ходить в шортах, в тапках днем. И лопать вот эти фрукты, это, конечно, абсолютное счастье. Морк продукты тоже абсолютно прекрасные, но вот в этом году почему-то мало устрец в январе. Мне кажется, что в прошлом году было их побольше. А сейчас что-то мало. Но я купила еще каких-то там каракадис. Да, благодаря этому. Сейчас поедем парковаться. Подземный паркер. Сколько стоит? Мне кажется, 7 евро. 7 евро. 7 евро он стоит за... То есть, там почасовая оплата, но... Там спустя... Менечка, подожди, пожалуйста. Вон, вон, финики растут. Спустя там, вон, 2 или 3 часа, там надо платить по полной. Полная это 7 евро в сутки. Вот паркинг, паркинг подземный. Нормальный, даже я в нем нормально паркуюсь. Менечка, нам вот туда и так вот проехать. Да, круговое движение. Вот. А теперь вот туда. Ага. Вот. Сюда привозят и автобусами. Не знаю, экскурсии. Ну да, бабульки, дедульки проверяют. Сейчас нету автобусов. А тут парковка, это верхняя для них, конечно. Так, давай, давай, давай. Вон, да. Вон паркинг. Даже указатель есть на паркинг. Вот вниз. Давай осторожней. Тут очень такие эти, крутые парковки. Вот, даже написано, евро 95, один час и 7 евро в... Да. Ну, короче, за большее количество часов. Максимальная, короче, оплата 7 евро. Вот. Взяли мы талончик и поехали мы искать место. Ну, давай попробуем на верхний уровень. Да, планта. Сэро. Осторожней, Виня. Видишь, мотоцикл стоит. Спасибо. Мне кажется, мы сейчас припаркуем. Да, мы сюда здесь. Сейчас надо. Не должно быть много. Я знаю, сейчас же выходные. Ну да. Вон велики. Это, видимо, прокатные велики. Тут, да, вон, написано, пистиклеты. Это, тем, кто здесь останавливается в отеле, Виня, вон, мест полно. Да, вон, давай сюда. Зачем? Вон туда ставь. Это, кто останавливается в отеле, им, конечно, это бы прикол вообще. Ну, можно сюда зайти, где еще что? Ну, вон места. Я просто люблю по-по-по-свободе. Они шлюбят у нас в щели влезать. Вот такая парковка. Да, сюда. Все, давай. Вот римские развалины. Лен, покупай тогда билеты. Если подпись. Вот римские развалины. Римские развалины. Римские термы. Идем дальше. Первый век. Первого века. 6-й, 12-й, 20-й. Здесь тоже Новый год. Получится снимем, если получится, то сейчас не будем снимать. Это вот здесь покупка. Цена, он указан. Блин, а сколько у нас это было? 22 евро, это... 22 евро, и я хочу, он не туда. Лимонный, воняет. Ага. Ну... Не, я туда не пойду, Лен. Ладно. Ну, вот цена. Спасибо. 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 Продолжение следует...